Дорогие друзья, хочу вам показать, как я сделала собственными руками, украсила дверцы шкафчиков в моей ванной с помощью растений. Вот в данном случае это бамбук. Все, конечно, из моего сада. Это бамбук. Это веточки куста из моего сада, я не знаю, к сожалению, его название. Почему я выбрала в данном случае именно эти растения? Потому что смотрите, как цвет гармонирует с занавеской. У меня вообще ванна в таком вот серо-зеленом цвете. Здесь и полотенца, и коврики. Все в серо-зеленом цвете. И поэтому мне пришлось подбирать растения соответствующие. Это растения засушенные под прессом и залитые смолой, эпоксидной смолой. Немного напоминают, как будто растения под стеклом, потому что поверхность блестящая. Плохое освещение, простите. Вот это настоящий сорняк из моего сада. Ну, конечно, сорняком мы называем все природное, что сами не выращиваем. А посмотрите, как он красиво смотрится. И опять же, цвет очень гармоничен с половичками. Есть серо-зеленый цвет. Вот так можно использовать для своего творчества самые настоящие сорняки. Мне лично самой очень нравится результат этого моего проекта. Это я в интерьере. Дарю идею для всех. Прожила я с ванной комнатой в серо-зеленых тонах около двух лет. И недавно я решила сменить интерьер в моей ванной. И переделать его на сиренево-фиолетовый цвет. Вы, друзья, смотрите сейчас результат моих стараний. Ванная комната – это моя личная ванная. У мужа есть своя. А идею для обновления интерьера в моей ванной я почерпнула, когда смотрела мой любимый сериал под названием «Everybody loves Raymond». То есть на русском это все любят Реймонда. А, кстати, в русской версии этот сериал тоже есть. И он называется «Воронины». Так вот, в одной из серий главные герои – Реймонд и Дебора, супружеская пара, ссорились очень сильно из-за ванной комнаты. Она у них была одна на двоих. И ссорились они из-за разного подхода, как обустроить их общую ванную. В комедии это было смешно, я смеялась. Случилось так, что Реймонд случайно брякнул в их разговоре с женой, что Дебора может обустроить ванную на ее вкус. А Дебора ухватилась за это и с энтузиазмом стала осуществлять свою идею. Действительно переделала ванную, сделав ее в сиреневых тонах. То есть все предметы в ванной были в сиреневом цвете. Помню, мне результат очень понравился. Недаром Дебора – женщина, и я – женщина. И у нас одинаковый подход. А Реймонд пришел в ужас. И в конечном итоге они снова поскандалили. До того ему было неуютно в новой ванной комнате. Наступил момент в моей жизни, когда мне захотелось обновить интерьер моей ванной. И я решила ее сделать в сиренево-фиолетовых оттенках. С улыбкой подумалась, помню тогда, что у меня-то ведь есть моя собственная ванная. И я могу, что хочу, то и делать с ней. Что-то в этой переделке ванной комнаты было сделать легко и просто. А что-то потребовало затраты и времени, и моего труда, и творчества. Легко и просто и быстро было, например, купить полотенца сиреневого цвета, коврики в тон к ним, шапочку для душа. Все в сиренево-фиолетовых тонах. В такой расцветке искусственный цветок будлеи. Все куплено было в местных магазинах. И сделать было это легко, просто и быстро. Не сложно было выбрать также и заказать какие-то необходимые для переделки вещи в интернете. Мне очень нравится интернет-площадка для покупок. Такая, как Амазон. Я пошла туда и выбрала для себя халат. Банный халат. Производство Турции. Махровый. Хлопковый. Затем я выбрала в сиреневом цвете аксессуары для ванной. В этом наборе было все, что нужно. Абсолютно все. Ну, пришлось, правда, ждать. Вот эту занавеску, которую я подобрала, где есть и сиреневый, и фиолетовый цвет. И вот те аксессуары. Пришлось ждать их. Потому что они компании из Китая. А в Китае сейчас не очень хорошие дела. Но все пришло, полотенца у меня уже были, и подобрать было легко. Помимо махрового банного халата, мне хотелось иметь еще обертку для тела и обертку тюрбан для головы после ванны или душа. Обертку тюрбан для головы мне удалось найти в местном магазине. Она фиолетового цвета. А вот обертку для тела я не нашла. Ни в реальном магазине поблизости от меня, ни в интернет-магазине. А мне ведь нужен был подходящий цвет, допустим, лиловый, или сиреневый, или лавандовый, или фиолетовый. Да, мужчинам такие чисто женские проблемы не понять. Никогда. Недаром это было очень смешно обыграно в комедии, которую я здесь упоминала. В результате, друзья, я купила одно дополнительное полотенце, точно такое же, какие у меня уже были, для ванной комнаты. И пришила две большие кнопки. А чтобы увязать по цвету с фиолетовым тюрбаном, я пришила купленные тоже в магазине цветы. И получилось, по-моему, довольно неплохо. Судите сами. В том же интернет-магазине Амазон я приглядела себе картинку с изображением пучка лаванды и правилами поведения в ванной. Но решила все же ее не покупать, а создать картинки своими руками. Давно я хотела попробовать наклеить плоские засушенные растения на канву на подрамнике. То есть сделать имитацию картины на холсте, но выполненную не масляными красками или чем-то еще, а с помощью засушенных растений. И вот я поняла, что случай мне подвернулся. Я начала присматриваться к цветущим в саду растениям. В это время в саду роскошно цвел куст Витекса. И я решила увековечить цветение его изумительных цветов на моем рукоделии, на картине для моего нового проекта в ванной комнате. Нарвала я веточек Витекса, засушила их в микроволновой печи в специальном прессе. Затем плоские засушенные растения подкрасила с помощью мягкой пастели. Затем придумала композицию. И наклеила на канву с помощью такого средства, как мат-патч. Его еще ремесленники используют в проектах для декупажа. Этим же мат-патчем обработала поверхность растений, причем три раза для верности. То есть сделала хорошее защитное покрытие от влаги и воздуха. И в результате растения со всех сторон стали как будто бы законсервированными от воздействия воздуха и, что самое главное, влаги. Ясно же, что в ванной комнате влажность часто бывает повышенной. Для моего второго рукоделия, для второй картины, я выбрала такое растение, как будлея, которое растет у меня в саду в контейнеры. Это такой сорт будлея с невысокими стеблями и сиреневыми цветами. Причем, заметьте, друзья, цвет у цветов будлея именно такой, как у меня полотенце. Но, к сожалению, после покрытия мат-патчем цвет изменился. Но, в целом, мне удалось все же создать рукоделие с будлеей в гармоническом сочетании с гаммой цветов на занавеске. Как видите, я сделала подмалевку фона на рукоделии в соответствии с занавесью. И фиолетовые метелки цветов будлея тоже были в гармонии с росписью на занавеске. Еще одно рукоделие я решила смастерить, залив засушенные цветы вистерии, иначе это растение еще называется глицинией, эпоксидной смолой. Точно такую же технику с эпоксидной смолой я применяла для изготовления декора дверц от мебели в ванной комнате. Вы могли видеть мое видео в самом начале. Но сейчас я под основу для рукоделия взяла пластину из пенопласта. Вы меня видите сейчас, друзья, в платке в защитных перчатках. Платок у меня на голове повязан для того, чтобы случайно волос не упал в незастывшую еще смолу. Я подправляю смолу, чтобы она покрыла всю поверхность полностью. А картина получилась замечательная. И цвет, вот самый-самый из всех моих рукоделий, наиболее подходящий к моему проекту в ванной. Ко всем моим вещичкам. Сейчас я начала выгонять пузырьки с помощью пистолета с горячим воздухом. Это была самая последняя процедура. После этой процедуры мне осталось просто подождать, когда смола застынет в течение суток. Это был последний этап работы. Видите, я бортики из изоленты сделала. Это такой прием, чтобы смола была внутри этого периметра. Но, друзья, к сожалению, на этом самом последнем этапе, после моей долгой работы, долгой и тщательной, я прокололась. В одном месте я прожгла пенопласт. Я, конечно, погоревала немножко над пришедшим в негодность рукоделием. Жалко все-таки своего труда и времени. И такая красивая получилась картина. Но делать нечего было. Дефект был неисправим. Давайте еще раз вместе посмотрим с вами, друзья, на конечный результат по переделке моей ванной. Мне результат самой очень нравится. Из предыдущего серо-зеленого интерьера у меня осталось одно полотенце. Уж больно оно хорошее. Я имею в виду качество и размер. Я его люблю, поэтому и оставила. Кстати, если мне надоест сиреневый цвет, кто его знает, заменю на старый. Мне ведь предыдущий цвет интерьера не то чтобы разонравился. Нет, он мне просто немного поднадоел. Захотелось чего-то новенького. Едва я закончила этот проект с ванной комнатой, в голове у меня родилась новая идея. Вы знаете, друзья, что сейчас обои, которые не надо намазывать клеем, появились на свете. Я вот на днях об этом узнала. Увидела в моем магазине Walmart в отделе с товарами для ремонта такие самоклеящиеся обои. Их, кстати, после наклейки на стену можно при желании снова отклеить и переместить, допустим, в другое место. Чудеса какие-то. Обклеивать все стены сплошняком это сейчас не модно. А вот сделать акцент с помощью обоев, допустим, на одной из стен в комнате, это все еще актуально. И я решила в моем новом проекте по переделке спальни применить такие самоклеящиеся обои. На сегодня у меня это все, друзья. Я желаю вам всего самого-самого доброго. Пусть у вас будет все хорошо. И до новых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok